Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Атомная электростанция, которая строится в Западной Армении, угрожает здоровью людей. Организация рукопомощи Арцах представляет проделанную работу. В результате снижения уровня воды на озере Ван на поверхность вышли остатки причала. Проект парка памяти жертв арцахских войн в Ереване будет окончательно готов в мае. Армяно-американский музей, который строится в США, находится в процессе приобретения экспонатов. В Ване поймали 116 нелегальных мигрантов. Сегодня день рождения великого армянского мецената Александра Монташева. Следы Армении в Италии – уникальная выставка итальянского фотографа. Нередки аварии на атомной электростанции, строящейся российской государственной атомно-энергетической компании «Росатом» в провинции Мерсим в Западной Армении. Медицинская палата Мерсина опубликовала письменное заявление, в котором говорится, что за одну неделю на атомной электростанции произошло две аварии и погиб один человек. В объявлении говорится, когда мы говорим «атомная электростанция», мы имеем в виду аварию, неисправность, уничтожение природы. Атомную электростанцию вспоминают только во время взрывов, смертей и ущерба природе. Всегда будут риски для здоровья не только работников атомной станции, но и проживающих в ее окрестностях. Именно поэтому руководство Западной Армении призывает прекратить строительство этого незаконного сооружения на собственной территории. Целью общественной организации «Рука помощи Арцах» является оказание гуманитарной помощи семьям социально незащищенных, погибших или раненых военнослужащих, сохранение памятников и экологические программы. Об этом заявила учредитель, президент общественной организации Кристиня Голыстян, подводя итоги деятельности в 2021 году. По ее словам, для реализации программ необходимы материальные средства, для чего они стараются максимально вкладывать средства. С уменьшением ввода озера Вам в Западная Армения появился 60-летний причал Датвана. Озеро Вам продолжает страдать от засухи в Западной Армении. Деревянные столбы причалов возвышаются над поверхностью воды и свидетельствуют об уменьшении количества воды в озере. В это время, как уровень воды в озере Ван уменьшается, в высокогорьях Вана толщина снежного слоя достигает 7 метров. В мае будет окончательно готов проект парка памяти жертв арцахских войн на территории Ереванского ботанического сада. Об этом сообщил директор Ереван-проект Сирекан Оганян. Проект находится на стадии проектирования. Предусмотрено строительство памятника и реконструкцию площади памятника в ботаническом саду. После завершения работ, связанных с мемориальной площадкой, будет проведен конкурс проектов самого памятника, сказал Сирекан Оганян. Полным ходом идет строительство армяно-американского музея в центре Глендала, США. Параллельно со строительными работами начинается процесс приобретения экспонатов. В музее должна быть основная экспозиция, посвященная истории, культуре и диаспоре армянского народа. Мы представим, что было до геноцида армян и что было после него. Мы расскажем об успехах и инвестициях армян в разные сферы США. Сейчас занимаемся вопросами экспонатов, сказал Перч Карапетян, руководитель и председатель музея. В результате оперативной работы отряда полиции Иванской области Западной Армении задержано 116 иностранных мигрантов. В объявлении говорится, арестованные мигранты переданы в соответствующие органы. Из них двое подозреваемых, которые были непосредственно причастны к ранее совершенному преступлению, отправлены в следовательный изолятор. Александр Монташев, известный армянский меценат, родился 3 марта 1842 года в Тибилиси. Он занимался экспортом нефти и получил прозвище «Король нефти». В 1899 году Монташиан основал компанию Александр Монташев и Ко, которая в начале 20 века добывала более половины бакинской нефти. Он спонсировал крупнейший детский дом на Кавказе. С его помощью были построены здания, армянские церкви в Тибилиси, Ереване, Баку, Москве, Санкт-Петербурге и Париже. Армянская церковь Святого Иоанна Крестителя, расположенная в самом центре Парижа, обязана своим существованием ему. На средства Монташиана были построены патриаршие этажи в Ичмеотине. С помощью Монташиана в лучших учебных заведениях России и Европы обучались более 200 армянских юношей и девушек. Знаменитый армянин скончался 19 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге. Фотограф Патрисия Пазилипо путешествовал по городам Италии и Армении, фотографируя наследие армян в Италии. Его выставка «Следы» сейчас находится в Музее современного искусства в Ереване и вскоре будет перенесена в Италию. В истории Италии больше армянских следов, чем известно в Армении. В своей выставке итальянский фотограф решил показать переплетение следов, оставленных двумя народами в жизни друг друга. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.